Русский марш Русский марш – это традиционное шествие русских правых, русских националистов, традиционалистов, православных христиан. 4 ноября – день Казанской иконы Божьей Матери. И это шествие проводится с 2005 года. И это никогда до прошлого года в этом шествии никаких красных не было. В прошлом году появилась такая мысль, что надо всех объединить с какого-то перепугу, допустить на русский марш, извините, скажу грубо, коммунячья мразь. Это провокаторы, пособники режима, те, кто смущает граждан несбыточными мечтаниями о возвращении в СССР, несбыточными мечтаниями марксистского типа, совершенно противоестественными для русского мировоззрения, мечтами о восстановлении якобы социальной справедливости, которой и в помине не было, и даже рядом не лежало в условиях СССР. Тот, кто тогда жил и знает те условия, может сказать, что то, что мы видим сейчас вокруг, это и есть самый настоящий СССР. Партийная номенклатура, отсутствие выборов, отсутствие каких-либо свобод, отсутствие свободы печати, одна только точка зрения везде, тотальная пропаганда и так далее, и так далее, и так далее. Все один в один. И в тюрьмах сидят политзаключенные, как обычно, и политические убийства, и все, что угодно, вся мерзость чекистско-коммунистического правления сейчас налицо. Только просто внешние лозунги сменили, переобулись, а так один в один. Поэтому живите с этим режимом, коммунисты-леваки, душа в душу. Вы их надеждой опора. Вы их надежда на то, что русский народ никогда не опамятует и никогда не пойдет к своим собственным корням. Никогда не будет от этих корней питаться живительной силой мировоззрения, которое сделало Россию величайшим государством мира. И мы не зовем, не зовем левых. Мы не можем запретить прийти на русский марш любому человеку. Ну, скажем, там, любопытствующий либераст какой-нибудь, журналист и так далее. Во-первых, мы вас не зовем, и вас здесь не ждали. Во-вторых, мы не желаем видеть никакой коммунистической леватской символики. Никакой. Никаких флагов СССР. Никаких портретов Ленина-Сталина. Никаких растяжек с глупостями коммунистического типа слава КПСС. И такого рода лозунгов, которые кажутся сейчас, может быть, какими-то новыми или каким-то откровением. Но они повторяют старое. В прошлом году вот это поветрие, а не пригласить ли нам всех, в том числе и левых, и всяких социальщиков и так далее. Ну, социальщики приходили и прежде, но они становились под наши знамена. Они готовы были воспринимать нашу идеологию. В прошлом году вот эта глупость. Мы со своей стороны, партия Великой России, всячески старались этому противодействовать. Но обман со стороны конкретных лиц, я их назову конкретно. Владимир Филин, Кирилл Мямлин, Елена Рохлина. Эти люди путем обмана допустили на русский марш всю эту красноту. Причем обман состоялся дважды. С нашей стороны было заявлено, если красные придут на русский марш, мы на русский марш, мы партия Великой России не придем и призовем других не ходить. То есть, если оргкомитет примет такое решение. Поэтому мы требовали, чтобы оргкомитет принял решение, что никаких красных, никаких коммунистов, никакой коммунистической символики на русском марше быть не должно. Оргкомитет официально никакого решения не опубликовал. Мы сократили свое присутствие, хотя мы каждый год с 2013 года мы несли основную организационную нагрузку, наша партия. Мы в этот, в 2019 году сократили свое присутствие в оргкомитете до одного человека. И, в общем, получив обещание, что никаких красных не будет, мы мобилизовались, все, пришли на русский марш и увидели там красноту, которая пыталась войти. Я лично обошел этих людей и сказал, мы вас здесь не ждем. Вы для нас абсолютно чужие люди. Ваша символика нас оскорбляет, вы для нас идеологические враги. Не хотите под наши флаги становиться, идите себе 7 ноября. Там ваше место. Может быть, кто-то услышал наши возражения с нашей стороны. Я, в общем-то, выражал мнение, которое я надеялся есть у оргкомитета. Оказалось, это не так. Оказалось, что за мной, после меня, прошли другие люди и сказали, ну, сейчас Савельев уйдет, вот, и вы спокойно пройдете, никаких скандалов не будет. А мне было сказано, все, 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 вопрос решен, они сейчас сворачивают всю эту красную символику. Я сказал, да, хорошо, значит, гарантии получил, пошел строить свою колонну. Но оказалось, что красные все равно прошли. Не просто прошли, они нагло прошли. Это были подонки из КПРФ, которые специально пришли в красных жилетках своих с надписью КПРФ. На русский марш КПРФ пришла. Нет, они пришли не официальной колонной, там, с надписью Коммунистическая партия. Нет, они пришли в своих жилетках, чтобы загадить своим красным цветом наше шествие. И пришел Сталинский полк. Это вообще полное отморозки. Но мало того, что возглавляет все это дело осетин, который одновременно ходит и к Стрелкову, и к Ноду. То есть, в общем, абсолютно всеядные. Постриг себе усики под Сталина и растяжку Сталинский полк сделал. Я не видел этого. Я не знаю, я, может быть, в Дракову полез, если бы увидел. Они сзади там пристроились, когда мы уже там своей колонной пошли. И мои претензии к членам оргкомитета, перечисленным, с которыми мы давно работали, они прекрасно знали, что такое русский марш. Прекрасно знали. И прикидывались нам союзниками, и даже соратниками. А мне так прикидывались друзьями. Они мои претензии не приняли. Не приняли. Ну, там, пусть трепется, что хочет говорить. Там я шел и в микрофон об этом говорил. Свою позицию, позицию нашей партии высказал. Они прекрасно знали, как мы к этому относимся. И на оргкомитете это было сказано. То есть, это был сознательный обман. И сознательное предательство. Предательство и политическое, и предательство личное. После чего я с этими людьми, с перечисленными, никогда никаких дел не буду иметь. Вообще никогда. Для меня предатель хуже врага. Вот в данном случае получилось именно так. Поэтому, когда сейчас там эти люди, заведомо зная, что никакой русский марш они не будут проводить, и не могут провести в силу своей организационной недееспособности, начинают рассказывать о том, что они объявляют русский марш, я отношусь к этому как к продолжению предательства. Продолжению. Ну, слава богу, есть другие люди, есть наши действительные союзники и соратники. И они созвали, реально созвали оргкомитет. Не где-то там в мессенджере потрепались, да? Собрали реальный оргкомитет, где были представлены четыре организации. Помимо нашей партии, на себя инициативу, я попросил об этом, на себя инициативу взяла партия «Правая Россия», Георгий Боровиков и Игорь Соболев, они пригласили, мы тоже там помогли оповестить. Вот партия «Правая Россия», партия «Великая Россия» и традиционные наши союзники «Черная сотня» и «Русско-имперское движение». Вот четыре организации, они создали оргкомитет русского марша, которого, надо сказать откровенно, в этом году из-за коронавируса, скорее всего, не будет. Ну, я говорю, скорее всего, хотя абсолютно уверен, что не будет. И именно поэтому Кирилл Мявлин стал везде свою пропаганду раскидывать. Вот русский марш там против медицинского какого-то там беспредела. У нас совершенно другие цели. Мы банальщину говорить не хотели бы. И если бы нам позволили... Я знаю, что Собянин, как пораженный этим коронавирусом, он уже нагнул 20-миллионный город и почувствовал себя почти богом. И поэтому в данном случае, поскольку массовых беспорядков не предвидится и массового выхода на улицу людей не будет, у нас не Белоруссия, у нас могут и расстрелять прямо на улице, то мы тоже не пойдем, чтобы радовать кого-то, что нас будут там по административке прессовать. Кому-то вот это так мучится, видимо, сладко такой мазохизм. Для нас это совершенно неприемлемо. Мы не хотим никого подставлять под репрессии, сами под эти репрессии попадать не хотим. И если рисковать, то вместе с народом. Народ выйдет 100 тысяч. Мы выйдем со своими флагами, со всеми своими умениями по организации массовых шествий, массовых мероприятий. Сейчас не дадут, я уверен на 100%. Не дадут. Мы заявку подадим, они не дадут. Но оргкомитет русского марша создан, и он будет существовать и далее, и на следующие годы. И это площадка взаимодействия русских националистов. Без всяких красных. И лозунгом, вот этим таким незримым лозунгом для нас будет никаких красных. Они нам не союзники, ни в коем случае. Они наши идеологические враги. Они пособники этого режима. Сколько бы они этот режим не ругали, они есть пособники. КПРФ есть филиал партии власти. Ну, внизу там они, может, об этом не догадываются. Может, даже некоторые догадываются. Некоторые хотят использовать официальный статус, якобы для борьбы с режимом. Они с режимом не борются. Они этому режиму помогают. И все левые взгляды, либеральные взгляды и социалистические, коммунистические взгляды смыкаются в данном случае в поддержке этого режима даже в условиях протеста. Потому что они протест ведут в абсолютно бесперспективном направлении. В направлении пропасти, к которой нас тащат и олигархи. С ними никогда ничего с красными общего иметь мы не можем. Они наши враги, еще раз повторяю. Поэтому не подходите на опасное расстояние. Всем левым, левакам, всем, для кого социальная справедливость на первом месте, это для них такое божество, для кого марксизм, ленинизм, сталинизм является священным писанием. Пойдите прочь от нас. Мы русские люди, русские по-настоящему. Поэтому для нас эти неразренческие выверты неприемлемы. Мы за русскую власть в России, без коммунистов, без олигархов, без либерастов. За русскую национальную власть. Слава Руси! Господи спаси!